здравствуйте сегодня на кухне у евы мы приготовим бездрожжевые куличи главным ингредиентом в них будет творог обычный деревенский творог благодаря ему куличи получаются очень нежные вкусные и долго не черстветь но прежде чем мы приступим к готовке пожалуйста подпишитесь на мой канал чтобы поддержать его развитие для приготовления творожных куличей нам понадобится 300 граммов муки 200 граммов сахара 15 граммов разрыхлителя 80 граммов изюма цедра с половинки лимона или апельсина в моем случае это будет сухая кожура также нам понадобится темный шоколад 150 граммов сливочного масла 400 граммов жирного вкусного творога не ниже девяти процентов 4 яйца и щепотка соли а для украшения нам понадобится сахарная пудра и белок одного яйца а также сахарная посыпка ну что ж приступим первым делом мы запариваем изюм и кожуру апельсины если вы также как и я будете использовать не свежую цедру а сушеные шкурки и оставляем их в таком виде на 10-15 минут как раз за это время мы успеем замесить тесто на куличи размягченное масло выкладываем в форму у меня оно даже немножко подтаяло я его поставила на 20 секунд в микроволновку но что-то этому маслу было много большой проблемы от этого не будет всыпаем сахар в масло и перемешиваем вливаем яйца и перемешиваем для этих куличей очень важно чтобы все продукты были одной температуры желательно комнатной творог либо перетираем через сито либо измельчаем блендером погружным можно блендером который имеет чашу творог получился абсолютно не зернистый нам больше похож на масло такой нет ну даже не могу объяснить консистенцию такая мягкая мягкая как паста не знаю очень липкий очень хороший добавляем теперь творог яичной масляной смеси и тщательно перемешиваем можно это сделать лопаткой можно это сделать венчиком как удобно ложкой можно кому чем удобно тот тем может это замесить до однородного состояния доводим доводим вот до такого кремообразного состояния и всыпаем щепоточку соли щепотка соли должна быть небольшая она просто придаст вкус нашим паскам если вы будете использовать подсоленное масло или творог в котором есть небольшое содержание соли то добавлять соль теперь даем массе немножечко отдохнуть а тем временем нарежем цедру лимона и обсушим изюм изюм отлично запарился он стал какой мягенький мягенький сейчас его промокну бумажным полотенцем без фанатизма чуть-чуть и переложу в пиалку вместо изюма можно использовать любые сухофрукты курага например можно цукаты взять также сливаю жидкость с апельсиновых корок даю им стечь носить и а затем промакиваю бумажным полотенцем апельсиновые корочки очень меленько нарезаю буквально миллиметр полтора миллиметра соломкой и потом измельчаю на кубики наверное себе все-таки польстила и получается миллиметра 2-3 вот какие микроскопические кусочки получаются их я отправляю к изюму все равно добавляться в тесто они будут одновременно много апельсиновых корок не надо буквально столовая ложка цедры кстати можно совсем обойтись без цедры в этом случае для аромата нужно добавить апельсиновый экстракт в тесто ну или ванилин после цедры измельчаем шоколад нам понадобится пол плитки режем на небольшие кусочки но не на стружку что в выпечке они потом чувствовались кусочки приблизительно вот такие должны получаться измельченные вкусняшки добавляем в нашу творожно-масляную смесь тщательно перемешиваем в муку добавляем разрыхлитель и тщательно перемешиваем и добавляем муку замешиваем мягкое липучее тесто все тесто готово оно вон липучее тягучее ну как обычно на любые куличи начинаю заполнять формы тесто формах уплотняю при помощи ложки смазанной растительным маслом буквально капельку масла чтоб тесто не липло к ложке и притрамбовываем из этого объема продуктов как видите получилось три куличика у моих форм ширина 11 сантиметров а высота 8 с половиной сантиметров если ваши размеры отличаются то и количество куличей может измениться подготовленные куличи отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса и так прошло полчаса пасочки я достала из духовки они отлично подрумянились хорошо подошли выглядят аппетитно осталось их украсить а для этого нам понадобится приготовить глазурь первым делом я отделяю белок добавляем 100 граммов сахарной пудры вообще это не принципиально можно 80 граммов можно 100 где-то в этом диапазоне и перемешиваем ложкой все первоначальное растворение сахарной пудры совершено теперь будем взбивать миксером миксером взбиваем в течение двух минут до полного побеления массы все глазурь готова можно украшать наши куличи наносить глазурь в этот раз я буду чайной ложкой щедро смазываю наши куличи эту глазурь можно носить толстым слоем она хорошо высыхает не крошится все с ней отлично поэтому я наношу чайной ложкой теперь пришел черед посыпки у меня вот есть такой разноцветный горошек сахарный я одну пасочку украшу именно таким горошком вторую я украшиваю такими вот таблеточками тоже будет очень красиво а третьему куличку достанутся цветочки ну и абсолютно всем трем я добавлю еще вот таких соломенных немножко ну вот и все творожные куличи готовы надеюсь вам рецепт пришелся по душе если видео понравилось пожалуйста поставьте лайк сделайте репост поделитесь своим мнением в комментариях а также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик иначе вы пропустите следующие ролики приятного аппетита всем пока пока